В Европейском Союзе хотят ужесточить правила, которые регламентируют вредные выбросы автомобилей в атмосферу. Предлагают принять систему кредитования для автопроизводителей, чтобы стимулировать их делать больше электромобилей. Также планируют вводить большие штрафы за превышение выбросов СО2. Предложение внесла Еврокомиссия. Её цель к 2030 году – сократить транспортные выбросы парниковых газов до уровня, который был бы на 40% ниже, чем в 1990-м. «Автомобиль был изобретён в Европе. Я верю, что здесь его смогут изобрести заново». «Европа осталась позади в международной гонке экологически чистых машин. Мы проиграем, если Соединённые Штаты, Япония и Китай продолжат развиваться в таком же темпе. Давайте признаем факты. Европа стоит на ложном пути». Однако против этого плана выступают страны с большими автомобильными индустриями. Так, министр иностранных дел Германии предупредил, что ужесточение правил приведёт к снижению темпов роста экономик и потере рабочих мест. Согласно промежуточной цели, к 2025 году сокращение выбросов должно составить уже 15%. В Еврокомиссии считают, что это стимулирует автопроизводителей инвестировать в чистые технологии как можно раньше. В немецком Бонне проходит климатическая конференция ООН, на которой обсуждают практическое применение Парижского соглашения по климату. Присутствующие на ней экологические организации уже заявили, что предложенные ужесточения запоздало и недостаточные. Согласно договору 2015 года, подписанному в Париже, страны обязались сдержать повышение средней температуры планеты в пределах 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом. При этом Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения. По его мнению, договор в таком виде нанесёт ущерб американской промышленности и приведёт к потере тысяч рабочих мест.